Приветствую вас! Давайте будем разбираться с тем, что вы написали. Написали вы много, действительно. Вот, и значит, я понял, что основной момент заключается в том, что есть мужчина один, в котором вы живете, и другой, которого вы встретили из прошлого, и который вам пришел со спортом. Во-первых, что меня понравилось особенно, это то, что вы начали сразу предсказывать, что мы скажем, какие мы вам рекомендации дадим, и так далее. Кстати, это свидетельствует о наличии у вас определенной защитной реакции. Я бы сказал так. То есть, ваша защитная реакция, как она есть, она у вас такая, что вы, возможно, боитесь именно того, что мы, например, ну, когда вас разочаруем и скажем, что вы не должны действовать так, как вы действуете сейчас, не должны вести себя так, как вы ведете себя сейчас. Понимаете? Если есть защитная реакция, значит, есть от чего защищаться. И вот здесь я и предлагаю, собственно, вам подумать, от чего вы защищаетесь. Скорее всего, защищаетесь вы от потерь стабильности, от потери определенности в своей жизни, за которыми вы и стремитесь, в частности, вступая в эти отношения с мужчиной. Это первое. Второй момент связан с тем, что вы пишете очень много скобочек, улыбочек, что говорит о том, что пытаетесь либо предать несерьезность тому, что пишете, либо принижаете себя. То есть либо боитесь серьезности, либо обесцениваете себя. Ну, это тоже важный момент. Потому что у подобного проявления поведения поведенческого есть свои причины. Какие вот причины там могут быть? Неуверенность в себе, обесценивание себя. То есть это означает, что вы принижаете то, чего вы хотите. Например, принижаете свои желания. Вы, да, принижаете свои потребности и делаете то, например, что вам кажется более правильным. Либо делаете то, что более комфортно вам. Как получилось так, что ваш мужчина старше вас на 9 лет? Это довольно серьезная разница в возрасте. И, скорее всего, про отношения с отцом. То есть либо вы нуждаетесь в отцовской любви, либо ваш отец не вел себя с вами как мужчина. То есть у вас есть вот это вот сглаживание, сглаживание мужчины и отца. Отец и мужчина для вас это одно и тоже. Конечно, я могу ошибаться. Конечно, я могу ошибаться, но по моему мнению, ситуация выглядит именно так. Если я прав, то с этим нужно разбираться. Если я прав, то это нужно анализировать. Чем вам будет плоден ваш выбор? Почему вы согласились на сожительство именно с мужчиной? То есть не на брак, не на семью, а именно на сожительство только. Так, ведь эта же позиция, она чем-то продиктована с вашей стороны. Я хотел бы, чтобы вы это обязательно учитывали, чтобы вы это проанализировали. Далее, вы говорите о том, что думаете, думаете, на кого делать ставку. То есть либо делать ставку на мужчину, с которым все проверены, либо, соответственно, делать ставку там на того, кого вы встретили. Я вам отвечу так. Ставку нужно делать на себя, не на мужчин, не на кого-то из них. Смотрите, с одним у вас что? Стабильность, уверенность, надежность. С другим у вас яркость, страсть, эмоции. Правда в том, что ни то, ни другое не является сколько-нибудь основой для отношений. Потому что вам нужно самой иметь все то, что вы хотели бы видеть в этих мужчинах. Вам самой нужно иметь то, что вы пытаетесь получить от этих людей для себя. Понимаете, в чем дело? Понимаете, какая штука? Вы нуждаетесь в людях. Вы нуждаетесь в них. Вы нуждаетесь в мужчинах. Неважно, как. Вы нуждаетесь. А нужды изначально быть не должно. Понимаете? Не должно изначально быть нужды, потому что нужда порождает зависимость. Вот и у вас получилось так, что вы стали зависимы от кого? От вашего сожителя. В первую очередь нужно анализировать, почему вы согласились изначально на сожительство с мужчиной. Почему согласились на сожительство? То есть, именно почему согласились, причина согласия в чем была. Какие потребности пытались реализовать с мужчиной. Какие потребности, зачем, там, почему, как, почему мы сами не реализовали это все без мужчины. Вот. Это первое. Второе. Что необходимо. Что вам нужно в мужчине. Что вы от него, что вы хотите, что вы хотели бы получать от мужчины для себя. Вот вы говорите, что у вас кажется, ну, довольно редкий секс. Вас это устраивает? Ну, теперь вы понимаете, что нет. А? Теперь вы понимаете, что он не устраивает. И? Вы будете что делать? Вы будете наступать на свои желания? свои потребности? Или вы будете действовать так, как хочется вам? И почему? Подумайте об этом. Подумайте. Почему вы поступаете определенным образом? Знаете, вы, ну и знаете, вы выбираете между своими потребностями. А между потребностями выбирать нельзя. Потому что дело здесь не в потребностях. С мужчинами, с мужчинами, нельзя быть давай, да и вообще с людьми не важно с кем. Нельзя наступать в отношения через потребности. Потому что это делает вас зависимым. Ну, вы уже поняли, наверное, мою мысль. Вот отсюда и выбор. Отсюда и возникает то, что вам нужно делать. Отсюда и раздается решение для вас. Какое решение? А именно такое, что если бы вы не нуждались, например, в надежности, если бы вы не нуждались, например, в защите. С кем бы вы были? Вот об этом и нужно подумать. И ответив на этот вопрос, вы сможете как раз таки и сделать выбор для себя. Которые сейчас вам ну очень 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 тяжело сделать. Вот и все. Вот и все. а пока вы зависимы от своих желаний, пока вы зависимы от своих потребностей, ну, вы не сделаете выбор. Выбор. Естественно, вы не сможете сделать выбор, потому что это невозможно. вы не свободны, чтобы сделать выбор, но у нас свобода. Вы не свободны, соответственно, выбора сделать вы как такового. не в состоянии. Вот и все. Да, это неприятно, безусловно, это неприятно, я понимаю, но по-другому вашу проблему не решить. сперва нужно, чтобы вы стали свободны. Обязательно. Ага, по помощи. После этого вы сможете сделать выбор. Поняли мою мысль, я надеюсь. И исходя из этого, исходя из этого, давайте сразу, сразу, скажем так, что вам нужно обязательно побыть одной. Какое-то время. Побыть одной, подумать о себе, послушать себя, послушать свои чувства, свои пожелания, прослушать нужно обязательно. чего вы хотели бы, как и почему и почему и уже после этого выбрать себе мужчину. и скорее скорее всего, скорее всего, я конечно не могу загадывать, но скорее всего выбор вашего мужчины будет будет именно какого-то третьего лица. я. Это не будет кто-то из тех, с кем вы сейчас находитесь в отношениях. вот вот так вам и нужно сделать решение. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.